итак добрый день дорогие мои друзья сегодня у нас продолжение тема украинская рубашка напоминаю вам вот такой в прошлый раз мы сделали технический эскиз это была наша цель это в основе этой украинской рубашки лежит рука фреглан добавлено сегодня будем выполнять моделирование в прошлый раз мы построили просто рука фреглан а сегодня будем выполнять моделирование чтобы получить нужные нам объема и нужную нам форму вот что у нас прошлый раз получилось вот это вы помните да что я сделала я вот сюда на колечку добавила то что мы достроили для рукавчика и сняла на кальку переднюю половинку рукава реглан точно так же я поступила задней половинкой рукава реглан сняла на колечку заднюю половинку рукава реглан вы видите по модели что рукавчик этот широкий достаточно что мне нужно с ним сделать мне нужно вот так соединить эти две половинки да и объединить вот эту линию горловинки видите лишняя ткань получится она и даст нам сборку вот это мы будем делать чуть чуть попозже уберем пока эту сторонку давайте проработаем пока до конца с полочкой из со спинкой для того чтобы с ними проработать я все-таки от него некоторое время у вас и вырежу вот это все мне не хотелось вырезать чтобы вы видели как это нужно делать каждый раз на практике значит построили на бумаге свою классическую конструкцию надо здесь еще мне очень хочется показать что видите как совпадают вот эти наши линии вот так вот идет сопряжение линий до общей точки до у 1 до потом вы вот так если положить здесь идет просто общая линия вот это и будет у нас контрольная точка 2 вот это и будет у нас идеальный крой идеальное моделирование когда всегда все будет совпадать и как я обычно делаю это в жизни с большими выкройками да вот так же и делаю как сейчас вам показываю вырезаю строю на миллиметров очки допустим потому что на ткани сразу такое сложное моделирование выполнить конечно нереально вырез может быть кстати говоря совершенно любой какой вам нужно более закрытый менее закрытый спускающийся с плеч не спускающийся с плеч мы нарисовали вот такое вот как всегда несколько но довольно средний такой вот случай чтобы у нас был до классический и у нас получилось вот такая выкройка передней половинки вытачку пока не вырезаю и получилось у нас вот такая выкройка задней половинки посмотрите а рукав когда я работаю с большими выкройками я обычно вот так и оставляю тот который у меня был снят допустим на кальку или на что-то еще после того как я это дело рукав построила рукав у меня живет отдельно потому что вот здесь идет наложение бумаги друг на друга и мне это все не подойдет меня не устроит я выполняю то что сейчас вам показываю эта часть нам больше не нужна мы ее убираем мусоринки тоже со стола убираем чтобы в кадре их не было смотрим что у нас получилось посмотрите будем смотреть это на цветной вот на такой наверное бумажечки чтобы было контрастнее чтобы было вам виднее и так полочка рукав еще раз повторяю сопряжение линии раз общую точку прижали посмотрели соединили два все идеально сходится проверили спинку еще разочек значит вот задняя половинка рукавчика раз общая точка вот она перевернули и вот здесь тоже отметили общие точки которые потом будут для нас контрольными точками то есть сопряжение линии по линии реглана у нас безупречная отложили пока все в сторонку и работаем только с полочкой посмотрите по модели у нас идет драпировка куда на полочке в горловинку а вытачка открыта где-то не пойми где она нам тут конечно не нужна поэтому чтобы получить драпировку из горловинки мы из точки c восстанавливаем перпендикуляр прямой уголочек между линии горловины вот здесь прямой уголочек и наши самой между линии горловины и самой вот этой вот новеньком новеньким направлением на грудной вытачки после того как я нарисовал этот перпендикуляр я по нему разрезала после того как я по нему разрезала я вытачку старенькую вот так вот аккуратненько схлопываю закрываю посмотрите восстановилась у нас линия середины переда и открылась на грудная вытачка вот в эту горловинку и вы прекрасно себе отдаёте отчет что она уже дает нам удлинение этой горловинки да то есть она и даст нам возможность сделать здесь какую-то драпировку собрать на две машинных строчки кстати говоря до того как мы будем вот это все завершать до очень полезно вам взять сантиметру взять сантиметровую ленточку и вот так аккуратненько 6 половинкой до промерить промерить длины ваши вот у меня здесь 18 сантиметров я вот так вот и напишу здесь у меня 18 см вот здесь у меня должна быть драпировка и длина ее 18 сантиметров doivent готовом виде сколько длина драпировке у меня на рукавчике давайте посмотрим сколько 6 сантиметров значит здесь тоже у меня должна быть драпировка и здесь у меня 6 сколько на задней половинке рукава у меня горловинка должна быть пять с половинкой сантиметров ну давайте 5 вот так вот напишем да вот здесь тоже должна быть драпировка и вот так скрупулезно вы все 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 вот это записываете себе измеряете контролируете чтобы потом неожиданности не было потому что ведь мы сейчас делаем и здесь 13 сантиметров у меня ведь мы сейчас делаем очень большую горловинку мы еще раз водочку будем делать параллельную лучевую там комбинированную да и потом не будем знать насколько нам надо ее стянуть а так пожалуйста контроль здесь 18 здесь 6 и 5 будет 11 и здесь будет у нас 13 все будет хорошо итак возвращаемся к моделированию передней половинки я думаю что надо сделать как-то вот так да хорошо сделаем мы так но я посмотрю на свою картинку и скажу а мне мало вот этой вот сколько тут сантиметров открылась у меня вытачка она у меня открылась 5 сантиметров скажем вставляете что такое 5 сантиметров на 18 сантиметров длины это какая-то там одна треть даже меньше чем 1 3 а мы любим где-то в полтора сантиметра чтобы была драпировка красивая поэтому я могу что сделать в конце концов я могу взять и добавить вот эту ширину вот таким вот образом то есть я как бы выполняю параллельную раздвижку я могу взять и разрезать свою вот эту выкройку по этой линии скажем да и сделать параллельную раздвижку могу добавить лишний объем вот здесь тогда у меня не изменится форма она будет прямой и не будет как бы такой вот расклешенной к низу как у меня мне захотелось а-образного силуэта как мне захотелось вот здесь поэтому давайте выберем какой-то способ как за счет чего мы можем получить а-образный силуэт и дополнительно побольше сборки на горловинке это в это нам помогает всегда сделать наша любимая комбинированная раздвижка когда выполняется одновременно и параллельная раздвижка и лучевая раздвижка для того чтобы выполнить раздвижку мы рисуем лучик вот я его нарисовала поэтому лучу я разрезаю свою выкройку до конца разрезала а теперь смотрите какая идет игра хочу сделаю параллельную раздвижку и вот так обведу но что тогда получу ну такое вот прямое изделие очень широкая на полочке на спинке что может быть меня и не вполне устроит давайте я не буду очень сильно увлекаться и расширять свое изделие по груди я сделаю допустим вот такую вот картинку не будем вот так до чтобы уходить далеко вот так и вот так смотрите я могу сделать просто так это у меня будет уменьшение это будет тоже лучевая раздвижка да у меня будет уже уменьшение драпировочки по горловинке я не хочу ее уменьшать поэтому я выполню комбинированную раздвижку а сейчас внимание как это комбинированная раздвижка правильно выполняется потому что вроде бы казалось бы все просто но на самом деле не так уж и просто начинаем работать смотрите как правильно сделать комбинированную раздвижку чтобы не запутаться сначала нужно выполнять комбинированная раздвижка это одновременно две параллельная и лучевая так как я хочу раскрешение книзу я хочу лучевой раздвижку и хочу ширину хочу параллельную и поэтому сейчас сначала выполняю параллельную раздвижку я отодвинулась допустим смотрю вот сюда насколько я хочу здесь побольше вот так вот не буду очень сильно расширять расширять свое изделие вот так вот я отодвинула здесь потом я прижала карандашиком то есть я выполнила параллельную раздвижку детали отодвинула у меня прибавочка увеличилась там сантиметра по груди на два с половинкой очень много мне тоже допустим не надо да поэтому я зажму вот здесь вот карандашиком а здесь у меня расстояние довольно таки выросла и драпировка у меня уже будет по голове недостаточно выразительная вот почти 8 сантиметров стало на 18 это хорошо потом я вот так зажму карандашик и выполню еще вот такой вот поворотик то есть немножко я расширила свое изделие к низу выполнила лучевую раздвижку хочу больше значит расширю вот так вот еще побольше хочу меньше значит поменьше но я сделаю где-то так например да хорошо мне нравится это положение фиксируем его приклеили с одной стороны приклеили с другой стороны вот так зафиксировали дальше что мне хочется сделать обвести результат но если я сделала параллельную и лучевую раздвижку по серединке своей детали я должна поддержать это и сбоку то есть сбоку оставлять боковой шов прямого вот таким вот прямым тоже будет нелогично то есть я делаю но все умеренно все умеренно в данном случае вот так вот я хочу например сделать добавила я сюда по низу тоже 4 сантиметра на самом деле вот эти все прибавки и добавки это ваш выбор вы что захотите то и сделаете здесь давайте отведем результат и вот сейчас уже я могу сделать вести нужный мне результат и что я буду выкраивать на ткани вот это я буду выкраивать на ткани да я буду вот это выкраивать на ткани здесь я сразу нарисую две контрольных точки для сметочки мне нужно я буду на ткани выкраивать вот эту линию ну понятно серединка передней половинки могу еще и здесь немножко вот выглядит добавить да тут уже плавная такая вот линия вниз руки мне вот видите вот это у нас получился результат нашей соответствующей нашей модели вот такой вот полочки то же самое давайте проделаем с вами со спинкой значит вот у нас серединка спиночки так берем нашу спинку пусть они будут вот так у нас вот что мы здесь со спинкой должны обязательно с вами сделать нам мешается сейчас вот эта вытачка открытая которая вот здесь находится поэтому снова из вершины перпендикулярно вверх чтобы появилась сверху сборка и эта вытачка перешла туда и аккуратненько закрываем стороны старенькую вытачку разрез сделали вытачку закрыли все маленькая крошечная вытачка открылась у нас там чтобы поддержать вот эту историю мы можем раскрешить и спинку тоже но я бы вам не советовала сильно сильно этим увлекаться потому что большие расширения спинки вот в этом месте они создают на лопаточке не нужный нам объем и получается не слишком то симпатично ну с другой стороны для того чтобы поддержать хоть мы не хотим увлекаться давайте эту тенденцию так сказать сохранить значит я выбираю место для своего лучика снова сделаем такой же лучик так и в предыдущем как и на полочке потому что все должно достаточно повторяться так сделали теперь средняя деталька она у нас будет готова мы ее приклеиваем вот сюда так хорошо так так теперь начинаем работать опять выполняем вот такую же комбинированную раздвижку для этого сначала выполняем линию низа начертили параллельную раздвижку я не хочу очень сильно расширяет спиночку я даже меньше расширю чем расширила допустим полочку да вот так вот там где-то на два с половиной сантиметра здесь вот совсем немного после того как я это сделала я зажимаю вот этой вот вот эту точку и добавляю лучевую раздвижку смотрите уголочек уголочек стараюсь сохранить то же самое расстояние что на полочке может быть чуть чуть поменьше скажем вот так и тогда у нас все будет хорошо приклеиваем эту часть так дальше мне нужно поддержать расширение сбоку сколько мы взяли здесь 4 сантиметра значит здесь тоже берем 4 сантиметра и переоформляем боковой шов спинки тоже и наш результат на спинке выглядит дальше вот так это горловинка ведь она стала побольше и у нас появляется здесь с вами драпировочка сборочка такая небольшая до который у нас есть по модели так у нас идет линия реглана это одна контрольная точка это вторая контрольная точка обязательно их сохраняем и идет у нас боковой шовчик вот так и конечно линия низа сопряжение линий контрольные точки по линии талии все это у нас все конечно же все сберегается и все сохраняется вот и все у нас готова полочка и спинка и осталось нам только доработать наш рукавчик так так хочется мне вот так перевернуть что все было на одном листочке и вам же все равно вам это понятно да пусть он будет у нас не с головой вот посмотрите мы объединяем их сначала разрезали потом мы объединили здесь уже пойдет сборка я могу в принципе вот так все приклеить но мне хочется тоже повторить так как я расклешаю рукавчик их внизу видите какие их делаю более широкими да тогда мне тоже хочется повторить вот эту комбинированную раздвижку тогда я сначала выполняю вот так параллельную раздвижку и сделала их шире пока то что очень комфортно и очень удобно потом давайте вот так эти точки здесь возьмем одну точку вторую точку запомним да потом мы берем вот эту зажали и повернули вот так и вот так здесь тоже было так зажали верхнюю точку и посмотрите на какое расстояние повернула здесь вот моя точка на такое же расстояние выполняю поворотик здесь вот так то есть это у меня идет комбинированная раздвижка все практически мы все с вами смоделировали приклеили эту часть приклеили эту часть и обводим результат конечно нужно поддержать расширение рукавчика внизу то есть я боковые шовчики на рукавчики тоже расширяю и что у нас получится вот что у нас получается вот так дальше задняя половиночка рукавчика идет вот так теперь давайте переднюю нарисуем половинку рукава вот так передняя половинка сопряжение линий по пройму мы уже с вами проверяли контрольные точки естественно все переносятся вот так и вот так да и оформляем красиво вот этот с вами вырез рукавчика по горловинке по плечиком до около плечика ведь и вот такая вот идет у нас волна вот так вот так вот так и вот так хорошо насколько мне надо здесь у меня пойдет волнистая линия на ткани да потому что я на две широкие строчки это соберу насколько 5 до 6 получилось у меня 11 здесь я соберу на 13 спинку полочку я соберу на 18 рукавчик я соберу на 11 ну и конечно вот наш результат внизу плавными линиями вот такими все и линия низа может быть какой угодно хотите тоже собирайте на сборочку хотите оставляйте все как есть вот собственно говоря какой у нас получился крой вот такой украинской рубашки и позвольте вам напомнить еще разочек что на базе вот этого кроя он сегодня очень широко распространен я постараюсь вам картинки приложить хотела показать из пинтереста но очень плохо сегодня видно здесь сейчас хотя попробую может быть и не видно будет я приготовила для вас картинки но очень-очень вот например ну плохо видно все таки здесь такие красоты я потом это все приложу на для оформления вот что хотелось мне сегодня вам показать итак украинская рубашка на ее базе любое платье удобная красивая широкая туника все что хотите делайте подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всегда ваша галина коломейка до новых встреч